Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. Еще 2000 сотрудников для выполнения задач государственной важности. Министр обороны страны побывал на Авиастаре. Мы надеемся, и Сергей Сергеевич выразил надежду, что предприятие справится со всеми задачами, которые стоят. И то количество самолетов, которые необходимы для нашей армии, они будут сделаны. Более 10 тысяч верующих со всего региона с почетом проводили мощи великомученика Георгия Победоносца. Я уже подошел к одной из женщин и спросил, почему вы здесь? Она ответила, мой сын сейчас на фронте, и я чувствую, обращаясь к этому святому, что вот в этот момент он помогает, он защищает моего сына. Около миллиарда людей на всей планете страдают от лишнего веса. Ульяновск тоже присоединился к Всемирному дню борьбы с ожирением. Просто нужно свои привычки вот направить в сторону здорового образа жизни. Новые подробности визита Сергея Шойгу в Ульяновск опубликовало сегодня Министерство обороны России. В ходе рабочей поездки министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на Авиастаре, оценил процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100. По словам Сергея Шойгу, в настоящее время загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы, превзойдя почти вдвое загрузку отрасли в самые напряженные времена Советского Союза. Поэтому необходимо поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк авиационной техники и увеличивать его за счет новых машин, в том числе самолетов Ил-76 последней модификации. Последние их модификации, которые мы только что посмотрели, которые уже есть в боевом составе у нас, они, конечно, показывают прекрасные характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования тех машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности. Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что к 2025 году необходимо удвоить количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124, находящихся в составе военно-воздушных сил России. За счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, и у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. Для того, чтобы выполнить задачи, которые сегодня стоят перед «Авиастаром», предприятие в перспективе готово будет принять на работу еще 2000 сотрудников. Мы надеемся, и Сергей Кожигетович выразил надежду, что предприятие справится со всеми задачами, которые стоят, и то количество самолетов, которые необходимы для нашей армии, они будут сделаны. Также на закрытом совещании обсуждался вопрос о необходимости замены самолетов Ан-72 и Ан-26 на легкомоторные. По словам главы Минобороны, решение найдено, необходимо определиться со сроками. Ульяновск и Минск продолжают налаживать деловые связи. На прошлой неделе делегация во главе с Алексеем Русских посетила Беларусь. Теперь настало время ответных визитов. Гости из Брестской области ознакомились с производственной площадкой компании «Автодом». Это предприятие, которое нацелено на выпуск автомобилей специального назначения. Артем Петров о перспективах сотрудничества. Производство специализированных автомобилей именно этим занимается здесь, на площадках компании «Автодом». Можно увидеть, например, школьный автобус, автомобиль медицинской помощи, реанимацию. Причем главное, что все машины уже оснащены необходимым для работы оборудованием. Создавать спецтранспорты из гражданских авто на Ульяновском предприятии начали больше 15 лет назад. За это время наработан ряд компетенций, а процесс отлажен до деталей. В год здесь выпускают больше 5000 автомобилей, которые отправляют в любую точку России. А если будет запрос, готовы к поставкам в Беларусь. Сейчас снова с нашими коллегами мы наращиваем товарооборота. То, соответственно, мы надеемся, что мы будем полезны для них, представив свою продукцию. Они смогут быть полезными нам, представив какие-то различные комплектующие, которые пригодятся нам для производства машин. Ответный визит с бизнес-миссией белорусской делегации сегодня начался именно с площадок автодома. Зампред Брестского исполкома ознакомился с производственной базой завода. Еще на прошлой неделе в Минске Александр Лукашенко отметил между Республикой Беларусь и Ульяновской областью много общего. Сегодня этого общего становится еще больше. Сегодня у нас регионами Брестской области, Ульяновской области тоже есть общее начало. Мы подписали соглашение. У нас есть возможность развития по направлению туризма. Конечно же, взаимодействие нашей молодежи. Ну, что самое быстро реализуемое, это культурные обмены. Основная часть бизнес-миссии начнется уже завтра. Гости из Бреста примут участие в закупочной сессии автокомпонентов, а следом отправятся в Димитровград. Там белорусская делегация посетит ряд производств, с которыми, вполне возможно, будут заключены новые контракты. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Два дня в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновска прибывал ковчег с частицами мощей великомученицы Георгия Победоносца. Поклониться святыней за это время пришло великое множество людей, более 10 тысяч верующих. Как проходило прощание с великим воином Христовым, расскажем далее. Великомученика Георгия издавна почитают как покровителя и хранителя России и русского воинства. Его мощи встречали в Ульяновске в минувшие выходные большим крестным ходом. Резко наступивший холод и даже ливень не стали препятствием для 4 тысяч верующих. Мощи святого Георгия Победоносца уже посетили 74 региона нашей Российской Федерации. Из 89 множества городов, сотни городов и за все это время более 630 тысяч человек смогли приложиться к этой святыне. Для нас очень важно сопровождать мощь великого святого, которого мы просим о победе России над силами зла, победе наших воинов, о том, чтобы Господь выразумлял их, помогал, укреплял их. И мы служим регулярно в наших московских храмах службы и молебны о победе наших воинов. Через два дня пришло время проводить почитаемую святыню, которую ждут в других городах страны. Очень много людей приходило вчера на крестный ход в городе Ульяновске. Лично я был поражен, несмотря на проливной дождь и несмотря на достаточно такую прохладную погоду. Несколько тысяч людей встречали, молились. Впоследствии я уже подошел к одной из женщин и спросил, почему вы здесь? Она ответила, мой сын сейчас на фронте, и я чувствую, обращаясь к этому святому, что вот в этот момент он помогает, он защищает моего сына. В течение двух дней пребывания святыни в соборе несли посменное дежурство православные добровольцы. Это очень приятно, что люди приходят, приложатся к мощам, тем более сейчас в такой трудный момент у нас в стране, который происходит. И очень радостно и на душе, и такую хотя бы маленькую радость, счастье принести людям, хотя бы в такой-то секунде. Мне очень приятно было храму помочь, в котором я хожу периодически. Ковчег с частицами мощей святого великомученика Георгия Победоносца продолжит путь по епархиям страны, по благословению святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла. Организационную поддержку оказал Всемирный Русский Народный Собор. Ксения Грещенко, Сергей Николаев, Юрий Конихин. Вести Ульяновск. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Проблема весомая и особенно громко о ней говорят сегодня, 11 октября, когда отмечается Всемирный день, день борьбы с лишним весом. Как эта работа ведется в Ульяновске, узнала Маргарита Матюшинская. Как говорят специалисты, ожирение значительно уменьшает продолжительность жизни. В среднем на 5 лет при незначительном избыточном весе и до 15 при выраженном ожирении. Как сжигать калории, а не годы, знают медики. Следить за правильным питанием, за здоровым питанием. Никаких больших сложностей в здоровом питании нет. Просто нужно свои привычки направить в сторону здорового образа жизни. То есть желательно исключить жирные, сладкие продукты из легко усваиваемых углеводов. Больше овощей и фруктов в рационе. Маленькие порции еды по 4-5 раз в день и, конечно, физическая нагрузка. Рецепт стройности. Сюда же регулярные консультации специалистов, в том числе и психологов, а также гаджеты, помогающие отслеживать показатели. Но эти дополнительные ингредиенты доступны для участников специального проекта от Центра общественного здоровья. За 4 года существования инициативы десятки людей, сбросивших лишний вес. Среди них Евгения Писанкова-Рублевская, которая облегчила жизнь на 15 килограммов. «Давление нормализовалось. На четвертый этаж я поднимаюсь с легкостью. То есть, ну, легкость в теле, легкость почувствовалась. Это вот серьезно, это реально так». Полгода соблюдения нестрогих правил. Умеренная физическая нагрузка и результаты не заставили себя ждать. Самочувствие улучшилось в разы, ведь лишний вес уже ударил по здоровью. Медики отмечают, высокие цифры на весах – это угроза печени, сосудам и сердцем. Поэтому действовать нужно решительно. Ежегодно в проект приходит до 100 участников. Начиная с весны пациенты разных возрастов начинают самую сложную работу – работу над собой. Не каждому похудеть удается легко. В помощи психолог и поддержка других участников проекта. «Это не просто, это очень тяжело. Это очень тяжело. Но я им советую терпение, выдержку. Главное – не сорваться, идти дальше». Вот когда ты видишь результат, вы знаете, оно хочется больше сделать. Потому что ты видишь результат своих усилий. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Понимать, созидать и создавать учат на дополнительных занятиях в современных технопарках. На территории Ульяновской области в этом году их стало на один больше. К четырем уже существующим добавился кванториум на базе шестой школы. По новому технопарку прогулялась и наша съемочная группа. Немедицинский пункт – учебный класс, где после основных занятий дети дополнительно изучают нейрофизиологию. Дисциплину «Биоквантум» выбрали сами из обширного списка только открывшегося в Ульяновской шестой школе технопарка. Кто-то мечтает стать медиком, кто-то химиком, кто-то пока только ищет себя. Что благодаря оборудованию и практическим знаниям уже не такая сложная задача. Мы используем специальное свое оборудование, лаборатории по нейрофизиологии, в которых есть всевозможные датчики, которые можно измерить процессы жизнедеятельности человека и все это будет высвечиваться на экране компьютера. Все очень легко и просто. Отмена, печать, соответственно, выбираем печать и ждем, когда рабочий стол наберет необходимую температуру. Еще одно направление – 3D-моделирование. Эфемерный объект, созданный в программе детьми буквально после пару нажатий на мышку. И некоторых манипуляций с оборудованием становится материальным и ощутимым. Это и завораживает школьников. Второй по счету урок и уже масса приобретенных навыков. Высокой мотивацией у Влады Митюковой, мечтающей, как и многие современные дети, стать блогером. Анимация пригодится для контента. 3D-модели выступят в качестве реквизита в студии. Я пока что не очень понимаю, как оно в пространстве, какого оно будет размера напечатанным, но я уже понимаю, какой оно будет формы, как форму эту менять, вытягивать что-то или добавлять новые детальки. Бионика, эко-мониторинг, хай-тек, цех, разработка беспилотников. И не только. Из 300 мест в кванториуме 6-й школы уже заняты 250. Отдельные направления особенно пользуются спросом. Класс будущего – класс робототехники. Самые востребованные среди школьников. Неудивительно, занятия увлекают. Теория дополняется практикой. Мы принимаем детей из других образовательных организаций. На официальной странице ВКонтакте у нас информация размещена, на какие группы еще есть набор. Сделали ремонт, поставили оборудование, начали заниматься, педагоги обучились. В новое время новые подходы для будущих результатов. Увлеченные дети схватывают информацию на лету. Обстановка, в том числе, тому благоволит. Маргарита Матишинская, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. В лицее села Ундера прошел день открытых дверей. Для первоклассников ученики старших классов провели экскурсию по точке роста. В лицее ее открыли в 2019 году. И с того момента образовательный процесс существенно преобразился. Причем в этих кабинетах проходят не только внеурочные занятия. В этом году это основные программы УВЖ информатика и технология. И также реализация дополнительных программ, куда вовлечены дети с 1 по 11 класс. В этом году у нас 14 программ разных направленностей. В день открытых дверей первоклассников ознакомились с техническим оснащением центра. Это и специальные манекены для тренировок по оказанию первой медицинской помощи, робототехника, квадрокоптеры, а также очки виртуальной реальности и оборудование для 3D-печати. Я увидел, как можно делать ручкой вот такие изделия. И как можно вылечить человека, когда у тебя что-то попало в ручку. Занятия в точке роста у первоклассников начнутся уже в этом учебном году. Для них также будет доступен шахматный кружок и лицейская медиа-студия. Хитрый ежик, сосиска в тесте – это название упражнений по нейрогимнастике. Практиковать полезные занятия будут педагоги Центра детского досуга и развития Стрижата. Детей также ждет логоритмика на тренажере, мужичковые симуляции, балометрикс и общая физподготовка. Для этого будет закуплено специальное оборудование, ортоковрики, большие мечи, доски, бельгоу, ноутбуки и плазменная панель. Все это благодаря выигранному гранту 500 тысяч рублей от Минэкономразвития региона в рамках социального предпринимательства. Это такой принцип нейропсихологии, который помогает очень хорошо стимулировать когнитивные способности ребенка. То есть в результате наших упражнений ребенок хорошо начинает думать, у него хорошая память, внимание. Сейчас дети не играют в дворовые игры, а это обычные классики, обычные скакалки. Это все развивает мышцы. И из-за того, что сейчас мышечная мускулатура крайне вялая, из-за этого проблемы в школе. Все это для того, чтобы ребенок учился хорошо. В этом году на меры поддержки предпринимателей Ульяновской области предусмотрен почти миллиард рублей. В основном сумма направлена на создание готовых производственных площадей. В следующем году, после того, как построить индустриальные парки, предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса готовые производственные площади по льготной арендной ставке. Кроме того, в рамках ГОС поддержки субъектам предпринимательской деятельности мы организовываем различного рода образовательные программы, готовим будущих предпринимателей, готовим действующих предпринимателей, обучаем их ведению бухгалтерского учета, отчетности. Кроме того, готовят выходить на электронные площадки, а также на экспортные рынки. Есть и меры поддержки социальным предпринимателям, таким как организаторы Центра детского досуга и развития Стрижата. Заявки на грант можно подавать до 13 октября. Слово коллекционеру – машины в миниатюре «Москвич». Выставка масштабных моделей автомобилей «Москвич» открылась в Ульяновске. Она разместилась в музее «Гараж СССР» «Ретро-мототехника». «Москвич» – культовая марка советского автопрома, столичный статус, собственная конструкторская школа, спортивные достижения, экспорт в самые разные страны мира. Эта машина для многих советских граждан стала первым семейным автомобилем. Он был достаточно доступен, прост и надежен. Выставка интересна тем, что старшее поколение, увидев эту экспозицию, окунется в свое прекрасное прошлое, юность, молодость. Ну а новое поколение узнает еще один факт о том, как жила и развивалась наша бывшая страна – Союз Советских Сталистических Республик. И что в этой стране все-таки делали не только калоши. Десятки масштабных моделей рассказывают богатую историю страны и автопроизводителя. Экспонаты для выставки предоставил Александр Слетков из своей коллекции. Особая гордость – двухместные «Москвич-408» «Турист». Этих машин было сделано всего две. Сейчас существует несколько реплик, и один экземпляр этой модели – восстановленный по чертежам завода. На почетном месте и «Москвичи-408» и «412» серий. Эти машины участвовали в ралле, например, «Лондон-Сидней» в 1968 году. Она прошла его без потерь. То есть все экипажи, вышедшие на старт гонки, финишировали. Не на первых местах. Но в целом, в общем и целом, это была победа автоэкспорта и Советского Союза, потому что о машине узнали. И узнали о ней как достаточно надежной техники, потому что БМВ, Мерседес не смогли вообще дойти до финиша. Выставка продлится до 20 декабря этого года. Пять золотых и три серебряные медали – таков результат выступления юных ульяновцев на турнире «Time to Fight» по смешанным боевым искусствам. Он прошел в Подмосковье. Турнир собрал спортсменов из девяти городов России и стран ближнего зарубежья. О том, какие победы оказались самыми значимыми для наших ребят, в репортаже Елены Гончаровой. Более 300 спортсменов от мала до велика вновь съехались в Долгопрудный. Два ковра и два октагона. Ежегодный турнир памяти Полины Кобзевой – легендарное место. Грэпплинг, ММА и простейшее единоборство. Выбрать боевое искусство и попробовать свои силы здесь может каждый. Ну, базовое начало, открытый рим для ребят. Ну, они все у меня получают здесь медали. Что он победил, что он не выиграл. Я называю его проигрышем. Я говорю, что человек пока не победил. Ульяновские спортсмены выбрали ММА. Дарья Дюдюкина из Инзы. Она – боец со стажем. К турниру готовилось все лето. Но октагон заставляет поволноваться даже тех, кто побывал в нем не раз. Вначале, конечно, да, вот этот вот мандраж. Как-то переживал, тем более долгое восстановление было. Во время боя все супер шло. Маленечко по борьбе уступал. Но так все хорошо. Сейчас чувствую невероятную радость. Марк Красильников здесь боролся впервые. И золото его по праву. Теперь он знает – победа держится на трех китах. Первый – упорные тренировки. Второй кит – умение думать. Ты понимал примерно тактику, стратегию соперника? Да, я изучил соперника и начал его отрабатывать. И здесь помощь тренера бесценна. Именно он помогает взойти на вершину боевого искусства самым юным спортсменам. Или если делаешь борьбой, ты делаешь захватки в воде. Делаешь. Где удары? Пошли. Андрей Ануфриев в прошлом неоднократный чемпион России и победитель международных турниров. И он, как никто другой, знает, что получают спортсмены, выступая на таких соревнованиях. Трудно переоценить. Это всероссийские турниры. Опыт. Прежде всего опыт. Опыт и статус. В Ульяновской области в первый раз за несколько лет, за 8 лет в таком составе выехало 20 человек. В принципе, у нас, по-моему, только 4 человека стали вторыми. Остальные получили золото. То есть это очень хороший результат для области. Максим Андреев тоже дебютант турнира. У него серебро. Сейчас страсти почти улеглись. И, собираясь домой, есть время понять, что удалось, а что нет. Я вышел в клетку в первый раз, я разломывался. Я разломывался из-за волнения, но я не смог биться. В втором раунде я уже немного себя хорошо чувствовал и начал уже биться. Опыт ценнее многих наград. Его Максим увезет с собой. Третий кит, на котором стоит победа в боевых искусствах, умение преодолеть себя и свой страх. Елена Гончарова, Весть Ульяновск, из Московской области. Более 70 регионов таково представительство спортсменов на чемпионате страны по бодибилдингу, который стартует прямо сегодня в Волгоспорт-арене. А накануне там завершили подготовку сцены. Она весьма масштабная. 18 на 8 метров. Оснащена экранами общей площадью 100 квадратных метров. А дополнительное осветительное оборудование везли из Самары и Казани. Наши коллеги, которые производили монтаж электрических цепных лебедок, они сказали, что для Ульяновска это количество очень много. А лебедок было 48 штук. В принципе, это как какой-нибудь, наверное, очень большой концерт. То есть там среднее количество лебедок, которые используются для проведения таких типов мероприятий, там штук 20. Здесь как минимум раз в два больше. Помимо самих состязаний, на чемпионате страны по бодибилдингу будет яркая церемония открытия. Ее проведут в полдень-воскресенье. В этот день пройдут главные состязания в рамках чемпионата страны по бодибилдингу. Она будет яркой, зрелищной, технологичной. Это будет, знаете, некий симбиоз современных технических средств и яркого сценического действия. Что, не буду раскрывать все секреты. Конечно, хотелось бы, чтобы после этой церемонии наша задача такая, чтобы как можно больше людей приобщились к спорту. 12 октября программу соревнований откроют дети в возрасте от 6 до 15 лет, а в остальные дни на сцену выйдут взрослые. Общее число участников – около 1000 человек. И о погоде, какой она будет этим днем, вы узнаете из последней информации в выпуске. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха днем по области от 5 до 10, в Ульяновске от 7 до 9 градусов. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»